Всем привет, я Женялкер, и я бы хотел показать вам свою шахматную партию в чемпионате Павлодара 2015 года. В общем-то, чемпионат Павлодара идёт с 14 по 23, по-моему, точно вам сейчас не скажу. И играл в первой партии я чёрный. Не играл я вчера, то есть с 14 апреля 2015 года, но снимаю я 15 апреля. И, в общем-то, вот даже покажу вам, что чемпионат Павлодара идёт. Вот, вот как видите, я, Антон Суфигений. И, в общем-то, давайте перейдём непосредственно к партии. Этот тур уже будет через несколько часов, так что я буду снимать и анализировать, возможно, даже вместе с вами. Пишите в комментариях, если увидите лучший ход или лучшее продолжение. Ну и, в общем-то, погнали. И первую партию я играл чёрными, и, в общем-то, я не помню фамилию своего противника. Это был маленький мальчик, но он хорошо рассчитывает варианты, то есть он лишь ошибся в дебюте, но так как ещё толком неопытный и не знал, чем нужно бить. А вот, знаете, защитные ходы он находил очень точно, но в конце просто выиграл я тактику и вот выиграл. В общем-то, давайте Е4, Е5. Я пошёл в защиту двух коней. То есть, в общем-то, сразу видно, что противник ходит Е4. В общем-то, ну, как вы уже знаете, этот ход, обычно говорят тренеры играть самым юным шахматистом. Ну, думаю, каждый начинал с хода Е4. Е4, Е5, гоня Ф3, конь С6, слон С4 и конь Ф6. В общем-то, идея защиты двух коней. Сразу контратака на пешку Е4. И, правда, здесь ослабляется поле конь G5. То есть, точнее, поле G5, на которое может встать конь. И, в общем-то, что я сразу могу сказать. Здесь есть и спокойное продолжение. Например, G3. Это спокойное продолжение. Её спокойное игре. И, в общем-то, здесь белые идут уже на ничью. Ну, а если, конечно же, белые хотят победить. И идут в острую борьбу. В общем-то, мне этот дебют очень нравится своей астротой. А, тотально, они ходят конь G5. Создавая давление на пункт Ф7. Как мы видим, и слон, и конь давят на пункт Ф7. Ну, в общем-то, основная дебютная теория говорит, что здесь надо ходить, конечно же, G5. И после еды ходить конь Е5. Это, конечно же, основа. Здесь всё взято за основу. Ну, в общем-то, так же здесь можно побить и пешку D. Ну, тогда будет конь Бет Ф7. Король Бет Ф7 и перс Ф3. И после короля Е6 просто бешеная позиция. Король у нас в центре, не аркирован. Но, на самом деле, здесь тоже идёт ещё игра. На самом деле, игровой момент. Но я всё-таки решил пойти в ловушку, на которую соперник попался. А именно, сходил конь Бет Е4. Теперь же у белых три хода кандидата. А именно, побить конём пешку Ф7. Нибы побить её слоном. Ну, а также можно было взять просто чёрного коня на Е4. В общем-то, и так тоже можно. Но сразу скажу, что... Если будет ход конь Бет Е4, то после Д5, я думаю, что позиция здесь всё-таки лучше у чёрных. Так как фигуры выходят довольно быстро и сразу становятся на боевые позиции. Но, даже если там стоит патент, то я думаю, это всё равно незначительно. То есть, ну, как в скандинавской. Игра носит такой же характер. Но, в общем-то, правильно здесь, конечно же, пойти на конь Бет Е4. Правильно, конечно же, пойти слон Бет Е7. И после король Бет Е7, конь Бет Е4, король Бет Е7. Здесь, конечно, позиция поприятнее у белых. Но, в общем-то, да, ловушка и насчитана, рассчитана на то, что противник возьмёт конём. Думаю, то у вилка. Сейчас же я выигрываю с первого конца. Но, на самом деле, это, конечно же, не так. И после хода Ферзь А4, конечно же, у белых находится ряд проблем. В общем-то, здесь мой противник, я и говорю, он быстро посчитал и сделал вполне хороший ход, а именно 2-0. Да, очень опасный вариант. То есть, смотрите, у меня висит ладья. И здесь, я думаю, ну, я бы мог её спасти, ладья G8. Но, всё-таки, гамбитная игра, очень острая игра. И она интересней. И очень зрелищная. На неё интересно смотреть. Конечно же, после Ферзь А4 надо было ходить 2-0. Но, нельзя ни в коем случае ходить G3. Иначе будет просто Конь её G3. ФЖ. Ну, и там вот, идёт уже, тоже игра. Но, конечно же, с выигрышем у чёрных. Ферзь Е4, 1-2, 2-2. Можно и взять. Но, а лучше, кстати, вот, сейчас я удалю этот ход. Но, лучше, конечно же, слон С5 пойти. Ну, и после Король F1, просто съесть ладью. Ну, и там вернуться можно, там ещё поесть. В общем-то, здесь, конечно, выиграно у чёрных. Ну, а если, конечно, Конь G3 взять этой фешкой, то мы просто съедаем ладью. И затем также поедаем слона. Да ещё и коня потом съедаем. В общем-то, здесь уже разгром. Поэтому 2-0 достаточно хороший ход. Давайте ещё раз повторим эту партию. 4-5. Слон С4. Конь F6. Просто, возможно, кто-то и забыл. Конь G5. Конь G4. Три хода кандидата. Лучше, конечно, слон G7. Конь F7. Персер 4. 2-0. Вот. Вернулись мы к этой позиции. На самом деле, очень острая позиция. И ходить здесь, конечно же, можно по-разному. Но в дебютных лекциях Олега Саламахи я посмотрел здесь вход Конь G2. То есть, когда я играл ещё, вот помню, с четвёртого разряда. Я тоже пытался играть это. Но, в общем-то, проигрывал. Здесь я хотел слон С5. Конь бьёт F2. Ладья бьёт F2. И слон С5. Сразу видно, что я хочу стать ладьёй на F8. Противник хочет съесть мою ладью. Но, однако, считайте, я отдал коня за две пешки. Так. Нет, пока за пешку. Но там идёт ещё игра. В общем-то, связал я короля и ладью. И хочу просто уйти в основной вариант. А основной вариант это именно после входа в ферзь F3. Просто побить, побить, побить. И сыграть ладья F8, либо 2-0. Понятное дело, что после там, не знаю, даже простого развития D3. Ударяет, ударяет, ударяет. И здесь, понятное дело, что с лишней пешкой позиция поприятнее у чёрных. И поэтому ферзь F3 здесь, конечно, самый основной ход. Хоть, конечно, и кажется, что острый вариант. Но, на самом деле, я вам скажу, что этот острый вариант как раз-таки и рассчитан на то, чтобы просто выиграть пешку и получить довольно приятную позицию. То есть, при правильной игре белые просто теряют пешку. Да. Вот так вот всё и легко. Конь бьёт F2. Снаги бьёт F2. Слонцы 5. Как я уже сказал. И конь бьёт H8. И вот тут я задумался. Как вы знаете, в турнирах даются обычно по полтора часа. Я не знаю, ну как в других городах, но у нас даётся полтора часа. И вот эту позицию мы разыграли довольно быстро. Там ушло где-то 10 минут у каждой стороны. А вот здесь я задумался на 10 минут, так как простинник ударил ладью. А обычно все ходят в ферзь F3. И вот действительно заставил меня это подумать. И я выбирал между тремя ходами. Между слон бьёт F2, ферзь бьёт C4 и ферзь бьёт F2. Давайте рассмотрим все ходы. Конечно я сыграл ферзь бьёт F2, но давайте рассмотрим, что бы было на слон бьёт F2. На слон бьёт F2 было король F1, ферзь C4. И после короля F2, вот я здесь смотрел такой вариант, как ферзь D4, король F1, D5. То есть идёт простая игра. Но также я здесь очень побаивался такого хода, как ферзь H5. И вот здесь я не знаю, очень опасно. Хотя вот как раз таки компьютер анализ, я вот именно в этой позиции посмотрел, как бы походил компьютер. И он здесь ответил мне как раз таки ходом слон бьёт F2. То есть это и есть самый сильнейший ход. И вот после короля F1, ферзь бьёт C4, король F2, он здесь посоветовал ход в ферзь G8. Действительно интересный ход. То есть я просто хочу забрать коня и уйти. Просто получить лишнюю пешку. Ну конечно знаете, я это всё видел, считал, но всё равно думал опасно. Ну как так, ферзя в угол загнали. И тем более в классике не блиц. То есть всё здесь ещё может быть запутано, запущено. И в общем-то вот, смотря сейчас вот на позицию белых, я понимаю, что на самом деле никакой угрозы толком и не было. То есть даже ферзь H5, ну там G6, просто им надо отходить куда-то. Так, бить это нельзя, и бить пешку ей нельзя, она защищена конём. Да. Вот. Давайте переверну позицию. Также это был ход слон бьёт F2, и он был правильный всё-таки. Но, был ход и ферзь бьёт C4. Но на ферзь бьёт C4 я также боялся хода. Ферзь H5, шаг G6, ферзь бьёт H7. И вот здесь, ну тоже два варианта, либо ферзь Е2. Хочу поставить мат на Е1. Да. Здесь было очень интересно, но там тоже ферзь бьёт G6. И позиция довольно неясная. То есть, если я отхожу, там какие-то шахи могут быть. В общем-то, тоже побоялся идти в этот вариант. И, также был ход вот ферзь бьёт H7, ферзь Е2, ой, ферзь F4, извините. Ферзь F4. Но здесь это тоже, вот, именно вот этот вариант я больше всего считал. Ферзь F4, ферзь G6, король Е7. И вот здесь, как-то, ферзь G7, король Е6, ферзь G6. В общем-то, здесь идёт ещё игра. И на самом деле, здесь мне показалось, что ничья. Так как конь с лёгкостью выбирается, а мне надо ходить только так. А то там он заматует. То есть, туда пойду, там конь C3. В общем, всякие неприятности будут мне поджидать. Но, я всё-таки собирал, после конь B8, я сыграл ферзь B2, сделав простой шаг. Тогда же противник, конечно, походил король Е1. Так, король Е1. И, почему я выбрал именно ход ферзь B2? Выбрал я его потому, что я увидел такой вариант. Вот именно вот здесь я уже просмотрел такую тактику, а именно ход кунь B4. Что я хочу? Во-первых, это такой мультиплановый ход. То есть, я хочу походить D5 и не дать противнику вернуть коня на F7. И, хочу также вот очень хитро пойти конь Bc2. Ферзь бить не может из-за мата. И пойти конь Е1, закрыть этого ферзя. В общем-то, что у меня впоследствии получилось. Ну и там уже поставить мат с трёх полей. В общем-то, защиты там ясное дело нету. Но, либо D5, либо конь Bc2. Но D5, это скорее всего, если что-то там провалится. Но, не думаю. слон бьёт, ой, слон F7, король F8, конь C3. Да, была такая яга. В общем-то, я не знаю, как бы я походил за белых, но конь F7, как-то точно я не ходил. Вот, наверное, конь C3 вот сразу здесь походил бы. и что-нибудь допредпринял, не знаю даже. Трудно посоветовать. Слон F7, король F8, конь C3. И здесь вот, как раз таки, применяя свою тактику, D5, как вы поняли, ходить бесполезно. Слон уже сюда залез, поставил себя под пулемёт. И вот здесь был интересный точнее, вот здесь я походил конь Bc2. Но противник пошёл ладья B1, хотя, вот был здесь интересный ход. Вот это я именно его считал тоже. Он довольно, потратил довольно много времени. А я на ход конь E4. Конь E4 достаточно сильный ход, так как создаёт, вот даже покажу, так как создаёт вилку на ферзя и на слона. И в общем-то, я вам скажу, что здесь тоже, по-моему, у белых позиций не ахти, но после ферзи E4 конь Bc5, ферзь Bc5, ферзь F3, конь Bc1, здесь на самом деле игровой момент. То есть, да, на самом деле, я хочу съесть вроде слона на C1 и поставить мат, но здесь также у белых есть какая-то сильная атака. Вот я там тоже особо не хитал, но по-моему у чёрных здесь всё-таки получше. Так, конь B4, слон F7, Db1, но конь E4, да, был такой ход и там вот я не знаю, что бы было. Кстати говоря, вот конь Bc1 это вынужденный ход, то есть понятное дело, что я мог король E7 сразу пойти, но конь Bc1, конечно же, вынужденно было, так как после слона B3 шаг какого-то. Хотя вот там, ну я не знаю, опасно это всё было, поэтому вот просто взял и съел, чтобы не было никаких наездов ни на коня, да, и его там спряталось вся в углу. То есть на самом деле ему там очень даже хорошо. Король H1, конь B4, так, конь Bc2 и ладья B1, но тут уже что, простенький ход, конь E1, просто закрываю и хочу поставить мат с трёх полей. Ждюник походил слон F4 и ферзь BG1 мат, ой, ферзь G1 мат. В общем-то, да, вот такая вот партия, давайте её сейчас повторим. То есть, ну как вы видите, здесь трёх полей и защиты нету. Вот можете даже, я не знаю, на программе поставить, она вам ничего не даст. То есть, мы просто закрыли дорогу белому ферзю и и помешали защите белого короля. Ну, в общем-то, здесь безнадёжно. Так, что ж, ну давайте посмотрим партию сначала. E4, E5, конь F3, конь C6, слон F4, конь F6. Самое интересное, кстати, что бюджок тоже показывает, что защита двух коней на ход слон F4 это самый сильнейший ход. Вы даже не знаю, верите кому или нет, но компьютер бы затащил все партии и конечно, ну, мне просто нравится из-за острей игры, поэтому я решил сыграть. Конь G5, конь B4, конь F7, ферзь H4, 2, 0, конь бьет F2, ладьи бьет F2, слон F5, противник берет ладью на H8, вот здесь было 3 хода, ферзь F2, король H1, конь B4, вот, хочу свой план провести, либо D5, либо просто конь C2. И вот здесь, по-моему, компьютер, знаете, сыграл D4, слон B3. D4, смысл в том, чтобы как-то там слона активизировать, я не знаю, в общем-то, не знаю, для чего это решение, или он сыграл конь A3, потом D4, но D4 там хоть точно был. Слон F7, король F8, конь C3, конь B2, ладьи B1, и конь E1. В общем-то, здесь я и поставил два сквозь отцена знака, из-за того, что, ну, все. Получается, партия проиграла, ну, там, с 0-4 и FG1. Ну, конечно, понятное дело, что если тут съесть этого коня, то будет просенький мат. То есть, коня брать ни в коем случае нельзя было. Ну и все. Я думаю, вам понравилась эта партия, была она для вас интересной. Если это так, то не забудьте подписываться, ставить лайки. Вот, кстати, я так долго не снимал видео, из-за того, что я сейчас подготавливаюсь к экзаменам. Ну и следующий тур, вот, второй тур в чемпионате Павлодара, у меня 18.00, как вы видите, сейчас 15.17. То есть, ну, сейчас я, конечно, немножечко повторю теорию, играю я белыми. Ну и, в общем-то, ждите второго тура. Сыграю его сегодня, но выложу завтра. Все, всем пока. Продолжение следует...